После того, как пружина внутри изведена, мы ее закрываем, направляем ни в коем случае не на людей, не на толпу, не еще куда-то, а на огневой рубеж. Обучение навыкам стрельбы из оружия, рукопашной бои, азы самообороны, езда на велосипедах на расстоянии в несколько десятков километров. Это далеко не полный список всех занятий, которые в доступной форме подаются подрастающему поколению брещан преподавателями клуба «Профессионал». За 10 лет своей деятельности здесь прошли подготовку сотни ребят. Отличительная особенность клуба – это круглогодичная работа, а летний период здесь не становится периодом каникул. Наоборот, эти 90-е дни превращаются в интенсив курс. Клуб «Профессионал» в прошлом году отметил свое десятилетие. Это клуб боевых единоборств, но своей задачей он ставит не только подготовку профессиональных спортсменов, это еще и задача вырастить гармонично развитую личность, чтобы ребята не только были здоровы физически, но еще что-то знали об истории своей родной Беларуси, о том, что происходило на тех землях, где они живут. Символично, что основные занятия клуба ведутся на территории патриотического центра. Отсюда до Брестской крепости рукой подать. И ребята каждый день проходят по этому святому месту десятки километров в поисках отголосковой истории. И иногда их находят. Вот на том месте, где мы стоим, был поднят боец польской армии. Это был один из мобилизованных в 1939 году наших брещан. И позавчера инструктора клуба и дети тоже присутствовали, помогали при работе на месте гибели одного из бойцов, освобождавших город Брест. Это под Брестом. Буквально позавчера еще одного человека. Одно из любимых занятий детей – это походы. Только этим летом они успели оценить красоты белорусской природы в нескольких локациях. В этом году мы посетили уже четыре места. Это под Брестом небольшие озера, о существовании которых многие ребята и не догадывались. Они живут в городе и не знают, что есть такие замечательные места. Кроме того, мы изучаем историю родного края. В таких городах, как Кобрин, Высокая, то есть просто тур выходного дня. Мы выезжаем в этот город для того, чтобы посмотреть на те места, о которых даже и не подозревали. Столько открыли для себя интересного в городе Кобрин, как будто побывали за границей. Кстати, занимаются в клубе не только мальчишки. Девочки наравне с сильным полом ставят палатки, разжигают костры и могут дать отпор любому хулигану. Самооборона востребована. Это как мужское занятие, так и женское. Девочек почему-то сюда мало ходит, но я почти каждый день здесь. Мы учились красиво объезжать там препятствия, хорошо ездить на велосипедах. Еще мне понравилась поездка в Кобрин. Мы там были в парке Суворова. Я научился разводить костры. Я еще люблю по утрам бегать кросс и научился ставить палатки. В ближайшие выходные ребята и преподаватели планируют большой поход вместе с родителями. На этот раз недалеко, в район Красного двора. Но эмоций от такого семейно-познавательного отдыха хватит уж точно надолго. Субтитры создавал DimaTorzok